Привет всем, с вами Ирокес и много кто мне говорил попробовать PUBG Mobile, говорят, что это совершенно другая игра и там нет всех тех неприятных вещей, которые есть в PUBG, например, сейчас у меня супер жестко залагивает меню, это прям накаливает, Брэндон сделал, ну, можно сказать, все ужасно. И вот я попробовал поставить, очень долго маялся с тем, чтобы выставить русский язык, в принципе, искал различные вещи, но давайте же сегодня посмотрим, насколько сильно отличается PUBG Mobile и что будет, если, ну, обыкновенный среднестатистический игрок, как я, из обыкновенного компьютерного PUBG придет в мобильный. Попробуем поиграть в сквадах, потому что я знаю, что здесь есть боты и посмотрим, что, в принципе, из этого выйдет. А здесь самое прикольное, уже сразу же нам дают подарки за первый же день, вот 100 БПшек, если заходить каждый день, дают какие-то скины. Конечно же, скины не Акти, но, в принципе, почему бы нет, лишним точно не будет. Ну, ладно, окей, вот так вот у нас пока, гляньте, блин, вот такого я никогда не видел в компекторном PUBG, это просто жесть. Вы посмотрите, насколько быстро двигается моделька, там это все так медленно, с такими пролагиваниями, с такими, ну, прям кошмар, ад. Я более-менее тут выставил какие-то настройки и давайте сейчас попробуем выбрать себе правильный режим и уже играть непосредственно с людьми. Кстати, что, прикольно, вот этого вот в компекторном PUBG тоже не хватает. Здесь есть чатик, можно с людьми пообщаться, поразговаривать. Тут, правда, он прям мировой и тяжело будет, наверное, найти себе друга, но, тем не менее, можно написать что-нибудь с помощью вот мобильной клавиатуры. А, все, у меня уже нашлась игра, ничего не напишем, но тоже штука прикольная, мне кажется, в обычном PUBG этого бы не хватало очень-очень сильно. Так, нашло мне друга, сейчас хороший вопрос, как с ним разговаривать вообще. Так, как здесь присаживаться? О, нифига, тут показывают чемпионов, людей, победивших топовый PUBG Mobile турнир. Блин, это прикольно. Так, у меня есть какой-то тип, который вот, Влад Кингс, но это точно наш парень. Как с ним пообщаться? Влад, здорово. Где ему сказать? Привет, братан. Влад, привет. Дружище. Здорово. Так, парашютирование здесь, кстати, старое, то есть, еще не обновили, не так, как на ПК-версии, хотя, может, оно здесь, в принципе, таким и останется, потому что не требуется с вот этими вот дополнительными кнопками, новыми какими-то штуками. В общем, все как обычно, как мы привыкли за долгие-долгие годы. Так, ну я лечу, как всегда, плохо. Здесь это моя фишка в любой версии PUBG, что я прилетаю последний, независимо от того, какой режим и какая вообще версия игры. Ну и что, здесь как-то не находятся людей. Что, мы прилетели на Сосновку и здесь нет противников? Да ладно. Так, а я бегу? Вроде бегу. Так. Воу, он сам, что ли, под... Да, вы прикиньте, он сам подбирает вещи. Жестко. Так, а как авторежим сразу стоит? Слушайте, вот, блин, вот, ну, вот, тяжело, что ли, сделать это в обычном PUBG? Вот, что это такое? Просто почему в компьютерном PUBG хуже проработаны детали, чем в таком? У меня сразу на авторежиме стоит все, ну, стоят все оружия. Голограф. Слушайте, а хороший голограф. Ага, давайте глянем, какой здесь колемат. А как, как мне поменять? Вот. Так. Стоп. У меня здесь кто-то есть. Тихо. Ага. Ну, стрельба здесь не такая привычная. Так, сейчас, погодите, использовать. Все, сейчас будем зажимать тут по красоте. Че, а как, как тебе? О. Да не, не собирай. Зачем он все собирает? Я не хочу все. Мне вот это надо выбросить. Выбросить пол. Как, как, глянь. Что-то сложно. Наверное, я просто не привык к интерфейсу, но он прямо все собирает. Это, может, наверное, надо выключить автоподбор какой-то, да? Слушайте, ну... Тут радио есть в тачке! Офигеть, ребята! Здесь есть радио в машине! Блин, какой класс! Еще бы DMX-ов рубили, вообще было бы супер круто. Вы прикиньте? Радио в автомобиле! Жесть! Ну, гляньте, а че это такое? Там, видели, какая-то фигня? Что это за куб? Это баннер какой-то? Офигеть! Реклама! Айзена три топора? Не, это реклама какого-то... Какого-то турнира. Нифига себе! Или это чемпионов турнира? Жестко! Слушайте, я такого не видел. О! По мне кто-то пострелял. Так, почему я не могу... Я не могу двигаться! Офигеть! У меня здесь спереди или... Или сверху есть человек, я че-то звуки здесь вообще не могу понять. Блин, очень большая сенса. И слева еще. Звуки здесь... Очень непонятно сделаны. Вот прям совсем. Слушайте, ну стрельба здесь вообще элементарная, конечно. Я, хоть и с большой сенцой не могу нормально, адекватно зажимать, но тем не менее, все очень легко. Реально очень легко. Так, он просто пылесосит, глядя на персонажа. Он просто забирает все, что есть вообще. Так, у меня теперь есть 8Х на коряк. Великолепно. У меня есть Уилл Мак. Тоже можно использовать. И, не знаю, Болики может взять, энергетики. Мне все-таки надо хилиться. Так, стоп, стоп, стоп. У меня здесь противники. Нет, звуки очень плохо выполнены. Да. Со звуками прям вообще беда. Непонятно. Типа, вот такое впечатление, будто ходит во мне этот противник, знаете. Но противники, конечно, это тоже, по идее, раз я играю на эмуляторе, значит, эти люди тоже должны играть на эмуляторе. Но что-то как-то не похоже, если честно. Кажется, будто бы они просто обыкновенные игроки. Либо это боты, говорят, здесь ботов много. Так, это не так работает. Это вот так. Слушайте, да хватит все собирать. Ну ладно, го, армор-то возьмем. У нас здесь красная зона. Брэндон и сюда добрался со своей вот этой фигней. Так, ну мы хоть людей увидели. Даже постреляли чутка. Единственное, что, надо разобраться, как здесь со звуками работать. Так, это ж поломанный УАЗик, если я правильно помню карту. Да, гляньте, сразу говорит, типа, а-та-та, нельзя, нет. Оу. Еще и показывают, откуда стреляют на карте. Слушайте, какой же кайф. А, вон там два пацана. В госкоряка постреляем. Они на крыше прям были. Ой-ой-ой. Слушайте, тут прицел. Вообще, анимации такие все быстрые. Блин, а тяжело. Как аптеку съесть? Восемь, да? Очень быстрый прицел. Крайне тяжело навестись. На восьмерке так не должно быть. Так, ну его же он сейчас поднимет, по идее. А как гранатку кинуть, кто знает. Я не очень в курсе. Так, закидаем сейчас пацанов. Воу, просто, вы видели? Развалил меня в нулину. Рассказал, что вот это вот ты зря сюда пришел. Ну, что-то я переагрессировал на пацанов. Но, ладно. Для первой катки, наверное, плохо. Тут же все говорят, что с ботами и делают топ-1 с первой катки с 12 фрагами. А я отлетел, как мусорка. Ну, бывает, ладно. Ничего там такого страшного нет. Опубликовать. Куда, интересно, можно опубликовать. Ну, в общем, такая выживаемость на S. Ничего себе. Прям вау. Вообще красиво. Найден таинственный воздушный груз. Давай откроем. Что это такое? Гляньте, постоянно дают какие-то... Продолжить. Постоянно дают какие-то вещи интересные. А, это... Это за деньги? Нет, за деньги не хочу. Спасибо. Так, достижения. Хорошо. Давай. Что тут за ачивки вообще есть? Блин, много всего. Интересная фигня. Интересная. Ну, не знаю, по-моему... Воу. Что это такое? Я что-то нажал. Royal Pass. Это этот? Royal Pass Weekend? Гля. Скин на УАЗик. Какая лейди красивая. А почему, почему в PUBG Mobile так много крутых скинов и при этом, ну, типа, на компуктерном такое все говно? Типа, это же жесть. Лучше пас приобрести ранг. Да я не хочу. У меня... Я еще на компе не бахнул себе. Слушайте, ну, это прикол. Вот в плане скинов, красоты и прочего Mobile дерет компьютерный просто в нулину. Ну, геймплей, ну, конечно же, мне кажется, ну, компекторный поинтереснее, просто лишь потому, что там, ну, совершенно другая стрельба, другое дело. Но все равно Mobile заслуживает внимания. Ну что же, вот такая вот у нас вышла катка. Ребят, если понравилось, то обязательно напишите в комментарии, стоит ли еще заглядывать в PUBG Mobile и поставьте лайк этому ролику. Вы действительно сильно поможете. Ну и, в принципе, расскажите, какой вам PUBG нравится больше, мобильный, компьютерный. Я еще не разобрался, как здесь говорить, так бы мы еще пообщались с игроками. Я думаю, это будет интересно. Узнаем, кто же в большинстве своем играет в мобильный PUBG. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро. Так, а как отсюда выйти?